Радиоэкспресс собрало десятки слушателей, но в необычном для себя формате. Встретиться решили очно, а все потому, что каждый здесь победитель. На протяжении недели во всех эфирах ведущие создавали предновогоднее настроение, а вместе с тем проводили розыгрыши главного символа праздника – елки. 35 деревьев раздали на праздники, которые организовали возле здания нашего медиахолдинга. Вообще за всю историю Радиоэкспресс мы первый раз практикуем такую историю, чтобы собрать здесь, возле здания медиахолдинга, такое большое количество радиослушателей. Радио – это очень интересная сфера. Нас слышат, мы не видим. Мы говорим, но тоже не видим и никого не слышим. Поэтому сегодня и у наших радиослушателей, и у наших ведущих будет прекрасная возможность увидеть в глаза тех людей, которые их любят. Не обошлось и без Деда Мороза, роль которого на себя взял ведущий дневного эфира Кирилл Чураев. Сначала провели несколько конкурсов, а уже после перешли к вручению подарков. Как оказалось, большинство тех, кому достались елки – постоянные слушатели Радиоэкспресс. – Очень рады. – Очень рады. – Елку каждый год ставьте дома? – Каждый год поставьте. – Живую? – Нет, в первый раз. – Я старался очень долго. Я очень долго хотел ее получить. – Папа, по-моему, еще две елки выиграл. – Одну еще мог выиграть, но отказался я от нее. – Насколько приятно, что все-таки удалось? – Насколько приятно? Ура! Вот настолько. Такая встреча со слушателями Радиоэкспресс не последняя. Подобные акции теперь будут проходить регулярно.